Чтение того, что мне интересно, что меня лично развивает. Потому что если мы хотим быть актуальными, уместными, то нам надо быть, ну скажем, хотя бы проинформированы о тех каких-то тенденциях, которые развиваются или есть в той области, в той сфере, в которой мы специализируемся. Поэтому у меня лично с этим проблема, но, как я уже сказал, благодаря многочасовым путешествиям куда-то, то приходится читать в самолетах, в аэропортах и так далее. В офисе это исключено, разве что во время каких-то утренних часов, когда еще никого нет в офисе, и ты можешь в такой мирной, тихой, спокойной обстановке погрузиться в чтение. А так, когда начинается рабочее время, когда ты возвращаешься домой, то это практически исключено. Что бы я посоветовал молодым студентам? Ну, во-первых, я бы посоветовал... Когда-то, мне кажется, Толстой сказал, что человеку нужно прочитать не более десяти книг, но чтобы он дошел к этим десяти книгам, надо перечитать тысячи книг. Я бы советовал молодым студентам, во-первых, не лениться и прочитать книги на тему, как читать правильно книги, как думать, как думать критически, как читать, анализируя текст и так далее. Это, конечно, иногда студенту кажется тратой времени, потому что это более такие технические книги, но пусть они поверят, что если они прочитают такие книги, то это им поможет читать быстрее те книги, которые им задают. И еще один такой совет лично от себя. Есть книги, которые стоит прочитать несколько раз. И чтобы вы проверили ваше восприятие этой книги, то то, что я лично делаю, я, например, когда читаю какое-то классическое произведение, то возле утверждений, с которыми я не совсем согласен, я ставлю вопросительный знак. С теми, которыми я утверждением согласен, я ставлю восклицательный знак. И очень хорошо спустя какое-то время, там 3-4 года, возвращаться и наблюдать, какой знак ты будешь стирать, а какой будешь менять. То есть это где-то индикатор твоего личного роста или развития, или осмысления той темы, о которой книга лично говорит. Это очень такой, как лично для меня, то очень показательный процесс, когда ты видишь, что, например, утверждение в истинности, в которых ты сомневался, ты уже ставишь 3 восклицательных знака. То есть ты сейчас согласен с этим утверждением. Утверждение, которое тебе тогда казалось правдивым и истинным, ты почему-то уже ставишь знак вопроса. То есть ты что-то прочитал, ты сам пришел к чему-то, ты что-то осмыслил, по-другому смотришь. То есть это всегда очень хороший показатель того, какие знаки напротив какого утверждения вы ставите.